Девочка-пай 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 Реакция зала чувствуется Чувствуется, да И чувствуется, что это не просто такая публика, но не театральная Вот именно, что она знает, на что она пришла и что она смотрит Вы первый раз с гастролями в Екатеринбурге? Нет, на гастролях может быть Скажите Мише что-нибудь Нет, я лично Мы сейчас по очереди до всех найдемся Я хочу сказать, что недавно, буквально два года тому назад, мы сюда привозили спектакль «Женихи». Здесь был фестиваль музыкальный, и здесь была премьера спектакля «Женихи». Так что вот это второй раз. Поздравляем вас. Михаил Беспалов, вы давно на сцене Московского оперного театра? Театра оперета. Да, я четвертый год. Я, в общем-то, молодой артист, можно сказать, по сравнению с нашими ведущими артистами театра, я считаюсь молодым артистом. После окончания ГИТИСа, это Государственный институт театра, сейчас называется Российская академия театрального искусства, я поступил сразу в Московский театр оперета, и сейчас я уже работаю четвертый сезон в этом театре. Очень шустро вошел в репертуар. Сегодня просто вы блистали своими комическими способностями. Вы где обучались драматическому искусству? В ГИТИСе, да. Только там. Больше нигде, к сожалению. А таким составом вы давно играете? Вот вас четверо. Четверо, да. Сколько мы играем? Год? Больше. Ну, два. Два года, да. Два года мы играем. Лилия Яковлевна, я знаю, что ваш постоянный партнер, надеюсь, любимый, это Сергей Олимпиев. Еще как. Как давно вы в паре? Мы в паре много лет. Десять. Десять лет, да. Десять лет, да. А точнее, двенадцать. Вы, наверное, понимаете друг друга уже чисто по взгляду, да? По движению. Да, это точно. По взгляду. По взгляду, да. Вам часто приходится импровизировать друг с другом? Ну, в общем, довольно... Бывают моменты? Да, конечно, конечно. Очень часто. Особенно вот на гастролях чаще всего. А сегодня в спектакле были какие-то моменты, где вы не ожидали? Ой, полно. Вы даже не заметили. Очень много было таких моментов. А вот момент, когда сережка упала, это так и должно было? Нет, что вы. Вы так обыграли здорово, просто я гадала, сидела. Либо это специально было? Нет, это Михаил Беспалов уронил мой бриллиант. Я страшно разозлилась, потому что у меня все время роняет мои бриллианты и теряет их. Поэтому все очень было так искренне, с моей стороны, во всяком случае. Злоба была абсолютно искренняя. У меня просто нет своих бриллиантов. У Лилия Гриня много своих бриллиантов. Я пользуюсь ее бриллиантами, поэтому приходится импровизировать ее на сцене. А браслет тоже случайно упал у вас? Конечно, случайно. Да, все случайно упало. И случайно прилипло ему. Это искала? Да, у него прилипло. А Сережка к Сереже прилипла. То есть это тоже? Я подумала, что это специально было обыграно. Нет, нет, нет. Тут много сегодня было импровизации. А за эти два дня что-нибудь еще произошло интересного, курьезного? Курьезного? Да, в общем, нет. Как вы к нам добрались? Расскажите, в дороге что? Ну вот ребята ехали на поезде, а мы с Алексеем летели. Алексей, это наш импрессариум. Это наш импродюсер, да. Хотели сказать, что в поезде очень хорошо топит. Очень хорошо. Там была газовая камера. Да уж что. Мы просто воздуха не хватало, но зато было тепло. А то обычно всегда простываешь там или что-то такое. А здесь просто были благодарны, что мы не потеряли голоса. Ваш концертмейстер Ирина Николаева, она давно с вами? Давно. Ира, я вот на концерте, если вы были, вы бы услышали, что я говорила, что она в принципе всю мою жизнь со мной. А, курьезные случаи, вот бывают так. Знаете, сегодня у Иры упали все ноты, когда она играла нам дуэт. Все ноты упали, понимаете? Вот вам курьезные случаи. Вы как, на память сыграли мелодию? Нет, мне пришлось, чтобы не, так сказать, привлекать внимание слишком публики. Вот. Я постаралась левым локтем держать ноты, а правая вроде бы как бы свободная. Но дело в том, что инструмент, конечно, оставляет желать лучшего. Хотелось бы, чтобы был рояль, и он не имеет тех возможностей, которые бы имел нормальный, хороший инструмент. Можно было бы сыграть даже правой рукой, вот так сказать, как-то звучно. Вам пришлось так же импровизировать, да? Да, вот такой курьез сегодня был. Героические поступки. Ничего, это так и естественно. Здесь пепитр маленький, а нот много, большой спектакль. Достаточно. Вот, так что касается этого дела. Кто написал текст для этого спектакля? Значит, это написал такой журналист, редактор на телевидении Андрей Меньшиков. Он был раньше, Володя, в КВН-е. Он был в КВН-е. Капитан КВН-а, вот оттуда он пошел. Потом он был просто автором, писал сатирические сценки, тексты, рассказы. И написал текст. А сейчас он заведует детской программой на Шабловке, главный редактор. Текст достаточно современный. Да, абсолютно современный. То есть вы доставили очень много удовольствия и смеха. Ну, мы его немножко тоже усовременили. Ну, мы его так немножко добавляли, да. То есть наш текст, уже спектакль, наверное, ему лет 12 спектакля. 12, да. А мы его, поэтому время уходит, поэтому все время становится современным. Поэтому приходится делать спектакль уже самим более современным. То есть корректировать и редактировать. На ходу. Да. На нынешний текст. Большое спасибо вам за интервью, за то, что вы к нам приехали, за то, что вы выступили у нас, доставили. Очень много положительных эмоций. И вообще за то, что актер – это профессия достаточно сложная. И я думаю, что чтобы у вас было как можно больше поклонников. Поклонников вашего таланта. Нам очень понравился Свердловск. Сегодня мы его разглядели. И нам очень-очень понравился зритель и сам Город. А погода в Свердловске? Замечательная. Очень. Настоящая, прекрасная. А там, знаете, что у вас солью не посыпают улицы. Машины не жалеют. Это же прекрасно. Идешь, настоящий снег. А у нас ведь грязь, это все надоело. Не надо так говорить, Воробь. Ну, что же, неплохо. Ну, посыпает снег, а у вас снег настоящий. У нас настоящая зима. Настоящая прекрасная зима, прекрасно яркое солнце. Замечательная. Большое спасибо. Спасибо вам. Сейчас блока будет. Да. Лилия. Это что это? А? Ну, как будто... Давай, садись, садись, давай еще раз, щелкнись. Давайте еще раз, еще раз, потом сделай фотографию. Он автомат. Пулемет. Еще раз. Это у нас старый, старый друг. Спасибо. Сейчас поедем. Да, хорошо. Девушка, Оксана. Давайте. Ага, и мы поедем. Сейчас, минутку. Сейчас, минутку. Вот теперь можно. Да. Лилия Яковлевна, вы, я знаю, недавно, буквально несколько дней назад приехали из Америки. Расскажите, как проходили гастроли и с каким номером выступали вы? Ну, я не могу сказать, что это были гастроли. Это был один концерт. Нас пригласил такой импресарио. У него был юбилей. И просто он еще собрал всех знаменитых эстрадных артистов из музыкального жанра. И был такой шикарный, шикарный концерт. Потом, к счастью, мы могли остаться в Нью-Йорке, и я посмотрела четыре спектакля на Бродвее. И я поняла, что я такое, мое место в жизни и в искусстве. Вы разочаровались? Нет, я не разочаровалась. Я просто поняла, что надо быть очень профессиональным человеком, несмотря ни на что. Там одна актриса играет каждый день. И больна она, не больна. Что у нее в жизни происходит, никого не интересует. Она каждый день выходит на сцену. Ее никто не имеет права заменить? Нет. Потому что она звезда, потому что она получает за это большие-большие деньги. И публика ходит на нее. Поэтому это такой большой очень урок к тому, что надо быть всегда готовым работать в любом состоянии. Вот это для меня был такой урок большой. Чисто профессиональный. А там хуже, лучше, это дело таланта. Потом я посмотрела Нью-Йорк, он потрясающий совершенно, Манхэттен, я была в музеях, во всех. В общем, все, что могла, я посмотрела. Все было прекрасно. Впечатление у меня очень хорошее. Но жить бы я там не хотела. Ну и то хорошо. Нет. Сейчас многие опереточные артисты тяготеют к мюзиклу. У вас какое отношение к этому искусству? Вы знаете, у меня к этому искусству замечательное отношение, потому что я, наверное, все-таки не туда немножко попала, потому что я до института, я гитис закончила, пела эстраду и джаз. И в принципе, я всегда, всю жизнь хотела петь мюзиклы. Но я попала к счастью или к несчастью в театр оперет, и мне пришлось петь классику. И вот всю жизнь я пою классику, и только вот недавно у нас поставили один мюзикл, теперь будет другой. У нас с Сережей Олимпиевым будет спектакль на двоих «Римская идиллия», и это мюзикл. То есть мы и балет, больше никого. Ну вот сейчас я только начала работать в мюзиклы, хотя я мечтала о них всю жизнь. Я считаю, что это больше мое прямое дело, чем... Да, мне так кажется. Честно признаться, в театральной оперете я разбираюсь неважно, хотя очень-очень люблю. И поэтому мне бы хотелось спросить, вот на ваш взгляд, где наиболее яркая и сильная оперета? У нас, в России или за рубежом? Значит, я должна сказать, что в Америке, например, вообще опереты практически нет. Там есть мюзиклы. И, конечно, лучше, чем они, мюзиклы не делает никто. Что касается Европы, да, там есть оперета. Я не могу сказать, что она лучше нашей. Я могу сказать так, она богаче. Богаче и режиссёрски, может быть, более уверенно. Но актёрские данные и вообще, как это сказать, не багаж, а как же это говорят, золото, не золото, а вот клад, я не знаю. Вот актёры у нас гораздо лучше, и данные их лучше, и вокальные, и внешние, и, ну, всё, всё гораздо богаче. Больше души, наверное, русской. Вообще русская душа, она ведь и русский человек, он очень талантливый, он сам не знает, чего в нём заложен, хотя я не русский человек. Но я к русской нации и вообще к России отношусь замечательно, потому что это какая-то земля, которая родит потрясающих, талантливых людей, ни с того ни с сего. В деревнях, в сёлах появляются просто гении. Это только в России бывает. Вот говорят, не все актёры уживаются со всеми режиссёрами. С каким из режиссёров вам интереснее работать? Понимаете, что значит не уживается? Ну, я, во-первых, для себя, мне, во-первых, долго-долго не везло, я сама как-то делала свои роли. Это в какой-то степени хорошо и в какой-то степени очень плохо, потому что ты варишься в собственном соку, а со стороны человек может увидеть в тебе то, что в тебе ты сам себе не можешь увидеть. А ладить с режиссёрами и вообще с балетмейстерами и со всеми надо. Надо расслабиться. Не-не-не, надо сначала расслабиться, получать удовольствие от работы. Если нет удовольствия, значит, дальше продолжать всё-таки работать и что-то такое питать от этого человека. Если нет, тогда надо уже доделывать самой. Вот у меня такой принцип. Я абсолютно как ученица-первоклассница начинаю работать с режиссёром. Мне ничего не говорю. Потом я начинаю выкидывать фертеля в самом конце, когда я чувствую, что мне что-то ещё надо. Когда уже распознали, да? Да. Я знаю, что несколько лет назад главным режиссёром Московского опереточного театра был Курочкин, да? Несколько лет, да. Несколько лет. Какие у вас впечатления об этом человеке? Что я вам хочу сказать? Это человек с потрясающими организаторскими способностями. И только? Нет, нет. С потрясающими организаторскими способностями. Это не так мало для главного режиссёра. Человек, который прекрасно знает театр, прекрасно знает артистов. То есть так знает артистов, как никто. Это я точно могу сказать. Она чувствует, скорее всего. Да, безусловно. Он их любит. Это немаловажно. И, безусловно, он очень опытный человек, и он умеет выстраивать спектакль. Он знает прекрасно, что ему нужен шикарный художник и шикарный балетмистер. Вот без этого он не обойдётся никогда. Вот и всё. Вот что я могу сказать о нём. Он очень профессиональный человек. У меня, например, когда он пришёл, я работала всё, что он ставил. Все спектакли, которые он у нас ставил в театре. Ну, у нас такой театр вообще оригинальный. Он такой необычный театр. И не всякий человек там сумеет прижиться. Сколько лет он проработал? Ну, я так думаю, года 3-4 вот так. Думаю, что вот так. Около 10 лет назад наша известная актриса мускомедии нашей, Полина Александровна Емельянова, пророчила вам большое будущее. Мне? Да. Нет, как она? Да, это я буквально узнала недавно. И примерно было сказано, что редкая актриса так танцевальна для вокала. Где вы обучались хореографии? Я обучалась, значит, училась в ГИТИСе. Я должна сказать, что хореографию я обучалась там же. Я не знаю, обучалась ли я ей. Или это от природы? Нет. Я, в общем, танцевала молдавские из Молдавии. Я танцевала всякие народные молдавские танцы. Потом, когда я пришла в ГИТИС, это для меня начался страшный кошмарный сон, потому что меня когда поставили к палке, страшнее меня никого не было. Я не могла ничего сделать. На третьем курсе у меня была съёмка на телевидении. Балетмейстер, ваш главный балетмейстер вашего театра музыкальной комедии, он меня так ругал. Он такие мне вещи и слова говорил, как я непрофессиональна. Я запомнила, и мне это стало очень большим уроком. Я поняла, что мне нужно на репетицию приходить к режиссёру, к балетмейстеру очень готовой. Это был третий курс. Потом я научилась, жизнь меня и работа в театре научила очень многому. Она научила меня тому, чтобы никогда никого не судить. Не будет судим, у тебя не судим. Никогда никого не судить. Потому что я не могу себе представить, как я могу судить актрису и говорить, она плохо поёт. Или она плохо играет. Я сама актриса, и я выхожу на сцену, а обо мне всё то же самое, можно сказать, это же актриса. Я совершенно по-другому смотрю, в другом преломлении на человека творческого, который на сцене. Я понимаю, как ему тяжело, я понимаю, как ему трудно, или как ему не хватает чего-то. А как на себя критику воспринимаете? Хорошо. Я люблю, когда меня критикуют, я всегда почерпываю из этого что-то для себя положительное. А потом, когда к тебе человек подходит и говорит какие-то слова, значит, он к тебе не безразличен, это же замечательно. Что бы он тебе не сказал. Или даже не подходит и говорит, вот, вот она плохо играет. Ну, прекрасно, значит, я должна знать, что я плохо играю. Мне очень интересно, как вам удаётся сохранять такую классическую форму сегодня? Ой, вы знаете, я вам так скажу. Ну, я... Внешнюю вы имеете в виду? Да, внешнюю. Я вегетарианка 6 лет. О! О! Вот к чему я хотела как раз подвести разговор. Я была уверена, что у вас есть любимое блюдо вегетарианское. Я вегетарианка 6 лет, и вот видите, вот эти понятия о том, что певица должна обязательно съесть кусок мяса. Да, хочу мяса. Да, хочу мяса, да. Ну, это совсем сейчас ко мне не относится. Перед тем, как выйти на вокальный спектакль, надо съесть кусок мяса, то я вот уже 6 лет не ем кусок мяса и прекрасно себя чувствую. И у меня сил не убавилось. Знаете, силы можно черпать из другого совершенно, не из еды. Ну, самый быстрый салат, который бы вы сейчас вспомнили. А ведь всё, что есть, настругать, настругать и залить там майонезом, маслом, чем угодно, орехи, всё, что хочешь. Всё, что есть в доме. Вот теперь давайте поговорим совершенно на другую тему. Я составила на вас небольшую характеристику, отталкиваясь от вашего имени и отчества. Я вычислила тайну вашего имени. И сейчас я бы хотела зачитать некоторые моменты и узнать, насколько они верны и влияют ли на ваш характер. Итак, Лилия, обладательница этого имени, яркая и обаятельная женщина, она всегда окружена, она всегда в окружении людей. Лилия — человек настроения. Она интуитивно думает, ощущает перепады настроения и душевные состояния других людей. Насколько это верно? Верно. Верно. То есть это развита интуиция? Ну, вы знаете, я вам так скажу, это может быть даже не от того, что меня Лилия зовут, а от того, что я скорпион, и интуиция, да, и развита... Стихия воды. Да, и интуиция достаточно развита у скорпиона, и она так, вообще-то этот знак, особенно женщина-скорпион, так где-то на четыре шага вперёд она уже представляет, что может быть. Понимаете? Вот как-то так вот. Интуиция колоссальна. Ещё характеристика скорпиона, женщина, мне очень понравилась, написана табличка «Опасно для жизни». Для мужчин особенно. Ну, это, знаете, извините, это как-то вот, если он влюбляется в скорпиона, ему, правда, некуда деваться, потому что женщина-скорпион, например, она очень хорошая хозяйка, она очень хорошая мать, она делает карьеру своему мужу, если ему надо делать карьеру. Она его поддерживает со всех сторон, только чтобы ему было хорошо. Это не так плохо. Это женщина с большой энергией. Да, с большой. Но она, когда что-то не так, она со всей прямотой, как она всё это делает, хорошая, она ему врезает. Точно так же. По полной программе. Поэтому вот это трудно выдержать мужчине, смотря какой мужчина. Если он оценивает предыдущее, значит, он оценит и данность. Понимаете? Так, далее. Далее. Деловой женщины из неё не получается. Для этого она слишком добрая и недостаточно сильная. Ну, это неправда. Неправда? Нет, неправда. Нет, нет, нет. Это совершенно... Тут уже... Лилия, да, замечательный этот цветок. Это такой цветок, немножко такой, как бы, инертный такой. Не то, что не... Это очень редкое имя. Ну, неэнергичный. Ну, да, но в принципе нераспространённый. Но со вторым я не согласна. Может быть, в силу того, что я опять-таки... Скорпион. Скорпион. Может быть, я об этом не знала. Да. Ну, я выписала самые-таки яркие моменты. Ну, да. В семейной жизни ей сопутствует любовь, а часть хозяйственных забот, традиционно женских, берёт на себя муж. Это неправда. Опять неправда? Нет, это неправда. Все заботы лежат на мне. И, так сказать, всё абсолютно, что только может быть в доме. Ну, безусловно, у меня сын весы и муж весы. Значит, они два веса, которые меня уравновешивают. Вы раньше сказали, что у вас сын. Написано, что у Лилии в основном рождаются сыновья. И, как правило, один сын. Я думаю, что это не как правило. Если бы я, так сказать, могла ещё родить троих, я бы ещё родила. Но так сложилась моя жизнь. Вот у меня один сын, которому 19 лет. Он уже взрослый мальчик. Вот. Он, значит, они иногда, у них бывает такая, такой энтузиазм мне помогать. Это бывает крайне редко, когда я уже на ДВ встану. Вот они мне что-то такое делают. Самое интересное, отчество очень подходит и сливается с именем Яковлевна. Лилия Яковлевна. Женщины с этим отчеством отличает особая преданность семье. Замуж выходят только один раз, и если по какой-то причине остаются одинокими, то вторично замуж не выходят, посвящая себя воспитанию детей. Нет, это неправда. Со мной это не так. Во-первых, у меня я выходила замуж неоднократно. Вот. Семье я очень... Это, ну, артисты склонные... Нет, это неправда, неправда. Не надо говорить об артистах. Не-не-не-не. В основном артисты, как правило, в одном браке не состоят, насколько я знаю. Нет, нет, нет. Я очень много знаю артистов, которые состоят в одном браке, и ничего на них не влияет, ни театр... Нет, это не в театре дело, и не в искусстве дело. А в чём? Это в человеке. Понимаете, если человек вот с определённым характером, который не хочет терпеть, не умеет терпеть, не понимает... А бывает и так, ещё судьба, знаете, много-много нужно пройти, чтобы найти своего человека, с которым можно остаться уже на всю жизнь. Сколько тебе суждено, понимаете? Так тоже бывает. Это не искусство. Но тут я это в виду, что, если Лилия находит того человека, то она и будет с ним до конца своей дни жить. Ну, может быть, да. Это уж как судьба сложилась. Ну, один раз замужем, ну, как бы это не очень про меня. Да, я, так сказать... Ну, вот самое интересное. Семье я очень преданна. Вот ещё последнее. Своей внешности уделяют мало внимания. Не сидят долго перед зеркалом, но всегда аккуратны, подтянуты, причёсаны. Значит, я не могу сказать, что я своей внешности не уделяю внимания, но перед зеркалом действительно я очень, так сказать, быстро раз-раз и всё. Но я как бы себя всегда представляю со стороны. И я прекрасно знаю, что мне нужно ещё раз посмотреться в зеркало, понимаете? Я знаю, сколько мне нужно смотреться в зеркало для того, чтобы выглядеть хорошо. Свой лимит. И потом, я, например, выходя из дома, я могу выйти такой, что меня не узнает никто и никогда. Вот как-то я была с сыном маленьким гуляла и пошла делать, значит, эти самые ключи запасные. Ну, а я много-много была съёмок, и мои передачи шли, вот, так сказать, в Москве особенно. И я вот какая была, не накрашенная, значит, говорю, вот, пожалуйста, значит, мне две пары ключей. Он говорит, как фамилия Амарфи. А там такое окошечко. Он из-за этого окошечка высунулся, посмотрел, сказал, нет. Ой, вы её сестра? Я говорю, да, конечно. Вот, поэтому... Изменчивая. Да, не изменчивая, а как женщина себя настроит, любая, как ей хочется выглядеть. Хочется выглядеть милой, скромной, обаятельной. Она будет такой... Это состояние души ещё должно быть. Безусловно. На внешность. Хочет быть лирической, будет лирической. Хочет быть роковой. Агрессивной. Да, не надо агрессивной. Женщина должна быть агрессивной. Она может быть роковой лучше. Только не агрессивной. А вот скрипионы-то роковые женщины, как правило. Ну, я не знаю. Я не знаю, что такое роковая. Любая роковая женщина может быть и скорпион, и весы, и близнец. Ну, как правило, как правило. Ну, не бывает так. Таких правил нет, не существует. Я знаю дев таких роковых, что не приведи Господь, гораздо роковее, чем я. О, скорпионы. Понимаете? Вот так. Так что это не нет правил этих. Ну, общий вывод я могу сделать, что имя хорошее, красивое и безопасное. То есть вам дали имя счастливое. Ну, наверное, оно мне как-то идёт. Наверное, идёт. Хотя я очень хотела бы, чтобы меня назвали Александрой. Александра это мужское имя. А я люблю, мне нравится. Не советуют. Я понимаю, да. Ну, мне вот нравится это имя. Ну, меня назвали Лилией. Вот как-то всё вот так вот получилось. И так оно есть. Ну, мне остаётся пожелать, чтобы у вас было много поклонников и любви. Чтобы вас окружала всегда доброта. Вы знаете, я вам так скажу, что касается доброты. Если человек сам отдаёт от себя добро, он обязательно будет это добро получать. Это такие какие-то тонкие, неуловимые нюансы, которые, понимаете, меня не может обидеть никто, если я не хочу, чтобы меня обидели. Со мной невозможно ругаться, если я не хочу, чтобы, так сказать, чтобы была ссора. Если один из ругающихся, так сказать, отходит, нет руганий. А если ссорится, значит, оба неправы. Поэтому, если ты отдаёшь добро, значит, и тебе оно возвращается. Очень всё просто. Ну, не все понимают это, к сожалению. Ну, это у каждого как бы своя судьба. Тут уж ничего не поделаешь. Спасибо. Спасибо. Ехали. Владислав Павлович, какое у вас впечатление о сегодняшнем спектакле? Мне спектакль очень понравился. Я с радостью шёл на этот вечер, потому что здесь круг моих друзей. Прежде всего, Ирина Николаева, аккомпаниатор, с которой я учился в ГИТИСе. Она была нашим аккомпаниатором. Это была для меня радостная встреча. Её муж, заслуженный артист России, Николаев Володя, он играл по Гемалеона. Мы также с ним очень давно знакомы. Великолепный Олимпиев. Мы сидели сейчас с Басаргиной Надеждой. Она восхищалась его диапазоном. Вообще потрясающий актёр. Ну и, наконец, конечно, Лилия Амарфи. С Лилией я знаком давно, с третьего курса, когда мы делали большую передачу. Были звёзды Москвы. Примерно сколько лет назад? Ровно 25 лет назад. И 25 лет я не видел Лилии. И пришёл в Гвеймборно сегодня, смотрю на неё, она меня узнала. Изменилась? Нет. Нет. В Лилии всё, весь тот потенциал, всё, что было в ней. Я, конечно, восхищён тем, как Лилия растёт, как она прошла вот путь, всё же, 25 лет в искусстве. Она великолепна. Она выросла в настоящую опередочную диву, в прекрасную актрису. Это, вы знаете, нельзя говорить, что вторая Шумыга. Она Лилия Марфи. Она Лилия Марфи. Тоже звезда. Она пластична. Драматическая актриса. Да. Причём ещё сегодня, сегодня я увидела, что она и комедийная хорошая актриса. Вы знаете, какая была вообще студентка великолепная. Как удобно было с ней работать. Ну, я восхищён Лилией, её вообще всем творческим причём. И я рад, что я сегодня вот... Что сегодня они нас порадовали. Спасибо большое. Работаем. Алексей Иванович, как давно Вы являетесь продюсером этого коллектива? Ну, между прочим, уже давно. Это, пожалуй, первый коллектив, с которым я начал профессионально работать. И это было, наверное, уже пять, а может быть и шесть лет назад. Первая наша поездка, это я очень хорошо помню, в Эстонию была как раз. В Эстонию Таллинн, Нарва, Кохтлые Ярвы. Это была незабываемая поездка. И я напрочь, если можно так сказать, влюбился в эту актрису, в её замечательный коллектив. И, в принципе, он вот за эти шесть лет почти не претерпел никаких изменений в качестве состава. Вот. Ну, пожалуй, может быть, Сколько гастролей у Вас проходит примерно за год? За год много гастролей. Это, ну, можно сказать, насколько получается выдернуть их из репертуара театра. А как организаторы находят Вас с Вами, встречаются и договариваются о концертах? Ну, как? Как? В принципе, это поступают предложения из разных мест. Мы с удовольствием. То есть Вы их обсуждаете и уже по времени решаете? И если мы находим общие точки соприкосновения, то мы с удовольствием выполняем эти заказы. Вот. Или же, или же непосредственно, когда у нас есть свободные дни, там, или отпуск, или какие-то выходные, то специально приходится заниматься этим гастролем. Бывают ли у Вас во время гастролей какие-либо конфликты между друг с другом в коллективе? Тьфу-тьфу-тьфу. До сих пор не было. Не было никаких конфликтов. Ну, я думаю, с этими ребятами трудно конфликтовать в чем-либо. Мы как-то чувствуем за эти шесть лет, мы притерлись очень хорошо. И я рад тому, что все, без исключения в коллективе, в общем-то великолепны, общительны, добры. Мы просто по-человечески хороши. Кто все-таки лидер в таком коллективе? Лилия? Ну, бесспорно, Лилия Яковлевна. Лилия Яковлевна великая женщина, прекрасная актриса. И я могу, не скрывая, наверное, или сказать, что это лучшая актриса оперетты сейчас вообще у нас в стране. Равных ей нет. Она прекрасная певица с великолепным тембром голоса. Прекрасно движется. Она прекрасно движется, великолепная пластика. Ну, и вы заметили, какая она актриса драматическая. Поэтому, конечно, на сегодняшний день я не хочу никого обидеть, но тем не менее скажу, что это лучшая актриса в Союзе. Я желаю вам удачи, счастливых поездок еще в будущем. И гастролей как можно больше. Спасибо большое. Тем более, я не хотел бы расставаться с этим коллективом. Помимо всего, Лилия Яковлевна очень человечный человек. Поэтому с такими людьми надо работать, работать, работать. Для них хочется делать. Понимаете, для них хочется работать. Поэтому я надеюсь, что наш коллектив не распорядится. Мне повезло, что у этого коллектива все-таки есть продюсер, который любит их всех. Как детей, наверное, да? Да, да. Иначе это и не может быть. Понимаете, если не любить их, то есть заниматься как бы чистым бизнесом. это неинтересно, это не мое. Я должен, прежде чем работать, я должен полюбить, увидеть, полюбить то, что я вожу, то, что я делаю, то, что я продюсирую, в конце концов. И если мне это нравится, только после этого я начинаю заниматься этим проектом. То есть вы отвечаете за них от и до? Абсолютно. Ведь я связан не только с коллективом, но и с заказчиками, которые приглашают нас. Поэтому, зная меня, все знают, что качество будет хорошее. Большое спасибо. Спасибо. Поехали. Владимир Васильевич, как удалось вам пригласить Московский опереточный театр? Ну, потому что Алексей Иванович Головлев, который был до меня, мы с ним, в общем-то, понимаем друг друга и знаем друг друга. Так что он мне предложил, и я согласился. Сколько стоило сил, трудов, пота, чтобы прошли целых два дня? Ну, этому нет меры, поэтому, как вам сказать, любые гастроли делать трудно. Но работаем. Ожидания оправдали себя? Во всяком случае, да. Вы довольны приемом выступления? Конечно, безусловно. И еще дело в том, что Лилия Яковлевна Амарфи, вот это человек дела. Я много видел звезд, я сам был когда-то актером, но здесь я увидел актрису, которая любит трудиться. вот она меня просто покорила, как человек, как актриса. Самое главное еще как человек, конечно. Безусловно, безусловно. Если Алексей Иванович Головлев еще раз будет кого-то либо предлагать, я обязательно буду работать только с ним. Спасибо. Вы садились. Нет, я все-таки здесь. Я так снеселись. Да. Вы так скромно, а я выпью. Моя, что же вот в футболе? О, ну, давайте. Так, ну, вы лично дорогие друзья, наши, хозяева, артисты Сверхловского театра и Гренбургского театра музыкальной комедии. Но здесь у нас еще есть гости, у нас здесь есть пресса, есть критики, есть управление культурой, ну, и сотрудники Дома актера из Союза театральных детей. Хотя, в общем, люди все известны, тем не менее имею честь представить. Итак, Илья Фина Амарфий. Илья Фина Николаев и диркмейстер. Мужчин можно назову без отчества? Владимир Николаев заслуженный артист. Илья Фина знает ваше прощение. Сергей Ильбек. И Михаил Испалов. Из Екатеринбурга вам представляется? Конечно. Всех не смогу, всех, кого-то сама не знаю, но вот так, выборочно, просто, по кругу. Главный бритвистер театра музыкальной комедии Владислава Театра музыкальной комедии Анна Емельянова. Литературная честь в полном составе Наталья Щербакова и Лена Буденного. Завлит театр опера и балета Лариса Барыгина. Главный режиссер художественного руководителя театра музыкальной комедии города Казахстана. Заслуженная артистка Рима... Анастас. Анастас. Так. Из... Анастас Мамужа. Директор дома Астюра Владимир Васильевич Мишарин. Где-то где-то сзади Белок и Дралов. Белок режиссер театра и Павел Драла ведущий артист театра музыкальной комедии. А с этими походу уже познакомимся. Я хочу сделать небольшую преамбула нашего разговора. Мы специально поставили курицу с нашим гостям. Пожалуйста, здоровайтесь. Если у вас возникнут какие-то вопросы, пожалуйста, здоровайтесь. Потому что жизнь одна, вопросы одни, проблемы одни. А что у вас? Встречаемся безумно место. Поэтому в наших теплых стенах нашего дома мы рады видеть все. Ну, тогда разрешите мне два слова. Конечно. Я хочу передать от денег нашего, от руководства нашего театра, от всех-всех актеров, потому что все-все вас знают, все были на конкурсе, многие знакомы, были здесь на гастролях. Поэтому передать вам горячий привет, сказать, что мы вас помним, знаем и, как говорится, сопереживаем все ваши удачи, неудачи и радуемся. Удачи. Знаем все о вас. Да, все, все. Мы так, в общем, доходим. Расскажите все. Вот, мы поздравляем оригинальный. Есть же вариант, да. Да, это очень интересный, потому что у нас уже не только в Ленинском варианте, а уже группа-трублян. Да, группа-трублян. Да, группа-трублян. Да, группа-трублян. Ну, там, наверное, скорбат 30 лет. Да, мы все на группа-трублян. Это, в общем, была такая довольно трудная, необычная работа для нашего театра. Многие актеры, которые пришли в театр, ну, не опунули, не пробовали этого жанра. Например, когда вы приезжали на конкурс, то вы привезли очень много отрывных музыкалей. Это было для наших актеров, конечно. Это еще на тот ставит конкурс. На тот ставит. Очень плохой драматургии, я честно скажу. С средней музыкой. Красновские декорации достаточно были интересные на макете. В исполнении оказались, ну, как вам сказать? Хорошие. Нет, ну, Леша, вы понимаете, каждая лестница должна играть. Получается, какое-то такое концертное исполнение. Конечно, вы, когда привезли ваших ребят сюда, на ушах и все поет. Это классно. Это про что? Про фонд. А, про фонд. А, все матери очень, так сказать, очень много отрывков. Ну, у нас как бы... Работа очень высокая у нас. Да. Так и заразили. Да. Было свидание ограничено. Мы все равно не можем это увеличить. А что касается власти, то тут вообще безграничных. Можно и стол стать подвижным. Все что будет. Поэтому, да, проблемы были, безусловно, у нас в этом спектакле. Но самое страшное, когда мы были, это махарон, который выключается на мюрер. Это когда ты играешь «Вести звезда» и «Дожди мне звезда», а там держатся все за место, так сказать, мюзиклины звездом. Они вот в нем работают. Вот там сейчас есть такой мюзикл, «Виктория, Виктория» и «Первый сезон» на Джуле Эмбрис, который фильм, вот вы видели, да? Очень известный фильм. Вот сейчас они сделали это. Не работают? Нет, она работает. И, наверное, она больна, но я не вижу, что она больна. Я не увидела, что что-то в ней такое есть, что ей мешало. Вот это высочайший персонал. Потом она, почему-то, развалится по частям. Потом она просто Это актриса, очень известная в Америке, она, к сожалению, нигде не снималась, поэтому мы ее не знали. Спектакль на нее поставлен в 64-м году в Холлудове. Она сыграла, в принципе, 4500 раз. И 21-го числа у нее был последний спектакль в Холлудове. Она написала, что там еще творилось. Это по фильму «Бульвар, заходящего солнцем». Это старый шикарный фильм, в котором была я с Ленцем. Сыграла в последнем ему кино лучшую свою роль. И я была убитой, потому что я не слышала, когда эти декорации на ритмах открываются. Вашлин есть? А знаете, как пришел был Вассейн? Этот парень, значит, открывается заново, он лежит, вот какие-то такие разводы, а он висит, как лежит, и лицом не самимудительным. И он как-то, вот, висит. Она его имели. Поэтому, знаете, я после вот этих всех спектаклей даже как-то мне нет какого-то желания говорить о нашем спектакле. Хотя для нас это какой-то этап, такой нормальный этап в этом направлении в мюзик. У нас очень много молодых ребят работают именно в этом спектакле. И очень успешные. Все очень преодолели Бориса Евгеньевича Бородовского, который сказал, иди туда или сюда. Ну и скажи, ну, конечно, туда, как это сможет сказать. Он задыхается, да? Он уничтоживает. Все задыхали сначала, умирали. Потом учиться. Пристали. Ну, нельзя уже надеть там за это. Это все. Так что все зависит от настроя того, что я себе сюда вложу и что я хочу. Вот и все. А в этом спектакле, кстати, это и так. Вот вы иногда рассматриваете это так. Ну, вот сейчас Сережа и хотим попробовать. Ой, страшно. Тяжело сделать спектакль. Валерий Борисович, режиссер-постановщик. Самый главный и страшный человек в нашей регионе Дарьянья, который... Четыре композитора. Я бы еще добавил их. Почему? Четыре композитора. Где? А когда у вас? Ой, это было давно. Знаешь, что у нас Шуня собиралась? Да, давно. Мы читали. Мы читали. Вот. Да, но у Пусяки много. Кто же у вас играл? Играл. Искались актеры. Я думаю, что не понятно. Тогда было то время, когда это играть было не было. Так то же самое в Москве запретили. Тогда. Кстати, ее же привезли после вас в Москве. Взял это где-то. За эти и вставили. А? Сережа в Москве. А, помимо. Ну, вы знаете что, я тоже скажу там два слова, поскольку у нас такой вмен идет. продолжим этот спектакль. Значит, у нас возникла в театре такая вещь, наверное, у вас тоже не слышно, что что-то подобное там есть. Это может быть и правильная вещь. В последнее время у нас в столе ставятся такие бенефисы, или спектакли бенефисы, или концерты, или шоу, или как родины. В общем, и спектакли тоже. Здесь и партизм. Да. На наших, ну, звезд, на наших ведущих актеров. Началось это не так давно. Нет, это началось давно. Давно. А, да. Это началось с Татьяны Ивановны Шмыги. Ну, как-то вот я упустила этот момент, что это с Татьяны Ивановны Шмыги. Да, много лет тому назад достаточно много был поставлен спектакль Катрин, это так все знают, именно для Татьяны Ивановны. И сейчас Татьяна Ивановна готовит третий спектакль, принято постановить, может взять. Называется он «Джейд», такое название. Вот, так я понимаю, что по произведению «Моэма» тоже, по произведениям, значит, так такое… По мотиву. По мотиву, да. Ну, тот же драматург, тот же автор, Селиковский, который Джулию Лагертера будет. Да, будет режиссером. А муж, значит, Шмыги, вот дирижер и композитор Анатолий Кремер, два спектакля уже его есть, «Отель» и «Джулия», и он будет осуществлять, как бы, вот третий тоже. Потом у нас, значит, вы, наверное, знаете, что Светлана Павловна Баркузова наша сделала тоже спектакль театр, сделал спектакль такой для Мадонна, вот, по произведению Маффенбаха, чтобы дать возможность актрисе, так сказать, очень самовыразиться и много попеть на классике, как бы, вот этот спектакль. И вот, значит, вот спектакль оказался именно Лилия Яковлевым. А он оказался не на Лилии Яковлевым, он оказался и на Римлево тоже. Да, но художественный совет, так сказать, вынес свое такое предложение, что Марфею тоже пора, пора, как бы пора. Но тут Амарфия вот пошла по такому пути, значит, никто и пьесу специально не писал. Она просто решила, что не нужны концерты, а вот нужна пьеса такая. Ну, вот, к которым ведь у вас шла. Но здесь другой поэт и совсем другая музыка. А пьесу-то, конечно, осталось. А что у вас? Скажите, скажите. Ну, вы все знаете. Мы не знаем. Мы притворите, мы притворите. Мы знаем, кто у Владивича Трибалухи. Вот как-то нашумело, что он у вас какой-то очень оригинальный. Привет. Поэтому конец света. И женщина в подарок, и супружеская идея, которая тоже сломалась. Сейчас вот мы неделю назад в Новую Бескурию тоже. Ну, не Новую Бескурию тоже. Слушать, читать, да? Да. Вот. А пока до весны, до весны мы сейчас будем делать, ну, такой, ну, подвигли, помню, такого. Медвевич, Глеба Сидель. Композитор Глеб, это? В основном, в композиторе, разве ход, да? Не нехороший Глеб Сидель? Да. В вашем акте. В вашем акте. П real life Субтитры создавал DimaTorzok